В Республике предпринимаются какие-то меры для сокращения числа разводов. В Москве, в частности, московские законодатели предложили также по этой теме закреплять за молодыми семьями в обязательном порядке патронов, которые больше 10 лет прожили в благополучном браке и смогут молодым подсказать, как правильно выйти из какой-то ситуации, какое решение принять. И развернулась очень бурная дискуссия в интернете, в частности, по этому поводу. Кто-то считает, что вообще в чужие дела лезть не надо со стороны никому, кто-то считает, что это улучшит взаимопонимание, кто-то говорит о том, что молодые так неохотно вступают в брак, а здесь такое дополнительное внимание, вообще не пойдут в ЗАГС. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение, как вы считаете, имеет ли это форма права на существование и интересна ли она с точки зрения реализации в Республике? Вообще у нас разводов не было. Не принято было разводиться. Я считаю, это очень хорошо было. Потом, это не спор двух лиц, может, жена. Это, а дети как? А кто у детей спросил? Хорошо, я понимаю, что если у них детей нет, значит, там какие-то обстоятельства могут быть. Во всяком случае, будут они оформлять закон на свой брак? Не будут. Брак, если он оформлен, если детей есть, должна быть ответственность. И процедура разводов должна быть максимально сложной. Сложной, затратной и длительной. Потому что в жизни бывает много вещей, когда люди ссорятся. Это же не значит, что мы там поссорились, потом успокоились. В семье это всегда бывает. Поэтому есть более эмоциональные люди. Я считаю, что родители молодых, вот этих семейных пар, там дети, там, вопрос на основе. Вот Сингапур, я считал недавно, они ввели норму, когда к психологу они должны ходить. И многие это... У нас вот есть некий пример, я вот считал, да, 86 пар прошли вот эту, как бы... Медиацию. А? Медиацию. Люди же в эмоциях, быстро может любое решение произойти. Потом многие сожалеют, как будто там хлебом намазано, ждут тебя, ты там развелась, пошла, или он развелся, как правило. И я считаю, что все-таки вот институт семьи, вообще культ семьи, сделать, чтобы люди официально оформляли свои союзы, не гражданским браком жили, какие-то должны быть преференции, как-то вот это. Раньше вот забить, бездетность деньги брали там, еще какие-то. Надо поощрять институт семьи, надо бороться, чтобы семья... Это основа уже общества, семья. И, конечно, дети. Всегда, когда мы принимаем какие-то решения по нашим отношениям, мы должны подумать о детях. Ну, как они будут? Кто за ними будет ухаживать? Кто будет следить? Понятно, они еще разругались, разбились. Значит, жена потом не допускает этого мужика к ребенку. еще какие-то вещи. Ребенку тоже там. Ну, много таких этих. Я бы... Значит, я остаюсь как бы на своей позиции, что... во-первых, не только разводы, мы должны... Вот статус матери, чтобы они рожали детей, чтобы социальные гарантии женщины, которые рожают, они даже не задумывались, что вот она уйдет, и ее место кто-то может занять. Это вот не должно быть. Или там материальные вещи, значит, поддержка семьи, там с полутора и это. Что-то может быть... Если даже материнский капитал когда-то уберут, лучше, может быть, ведут вот некую систему поддержки, если детский сад не ходит, чтобы пособие мама получала. Вот эти вещи надо как-то это. Для нас российское общество это очень важно. А в счастье разводов это, конечно, не очень хороший пример. Вообще не было разводов. Вообще не было беспризорных детей. Мы свои ценности, которые, как бы, наши предки имели, мы их должны возвратить. Домов престарелых не было? Не было. Ну как можно своего родителя дом престарелых? Значит, сам тоже туда должен путевку убрать. Если ты своего отца, маму, родного человека. Эти вещи, они, конечно, много сейчас показываем пример приемных детей награждали недавно. Поэтому будем бороться за крепкие семьи, поддерживать семью. И я думаю, что и в жилищной политике, когда чтобы не гражданским браком, а вот семейные отношения, должны быть стимулы, которые людей заставляли бы свои узлы более в крепкую основу. Ну, что такое? Пожили и разбежались. Надо уж это жить. А потом с возрастом когда-то они понимают, что это была ошибка. Редактор субтитров